Югра на этой неделе доставила в одну из больниц Макеевки очередную партию медицинского оборудования. Об этом рассказал сенатор от нашего региона Эдуард Исаков. Именно он передавал гуманитарный груз. Помощь доставили, рассказал член Совета Федерации от губернатора Натальи Комарова и общественников и предпринимателей нашего округа. По итогам встречи с медицинским персоналом 6-й больницы города Макеевка Эдуард Исаков отметил, что сейчас многие социальные учреждения Луганской и Донецкой народных республик нуждаются в ремонте и обновлении оборудования. Есть потребности и в помощи врачей. Ее оказывает и Югра. Медики нашего региона нередко становятся участниками добровольческих миссий, чтобы поддержать коллег из освобожденных территорий. Один из таких специалистов трудится в Сургутской окружной клинической больнице. Офтальмолог Абдул-Насир Якеев чуть больше двух недель провел в Мариуполе, оперировал военных и мирных жителей во время своего отпуска. Что подтолкнуло на такое решение молодого врача? Со специалистом встретилась Мария Ливанин. Я знал, что там нужен больше. Так объясняет свое решение отправиться в составе гуманитарной миссии на Донбасс офтальмолог окружной клинической больницы Абдул-Насир Якеев. Он помогал раненым в течение двух недель своего отпуска. На работе к такой инициативе отнеслись с пониманием, ведь еще в период ковида Абдул-Насир зарекомендовал себя как человек, не боящийся сложностей, когда речь идет о помощи людям. Я предупредил свое заведующее отделением, сказал, что я планирую такую поездку. Действительно, я на тот момент, учитывая вот эту противоречивую информационную повестку, не знал, что как закончится на самом деле. И считал, что будет правильно поставить известность своего заведующее отделением. Поэтому я ей сообщил, сказал, что планирую сделать так. Меня, конечно же, поддержали. Я и до этого был несколько волн в ковиде, врачом-офтальмологом в ковидном госпитале. Поэтому к этому отнеслись достаточно с пониманием, с поддержкой. Мне это тоже было очень важно. Впервые о том, чтобы отправиться помогать в качестве врача-добровольца, специалист задумался еще прошлым летом. Сделать это только спустя полгода удалось не из-за сомнений. Немало времени ушло на согласование поездки и подготовку документов. В Мариуполь Абдул Насир приехал в составе волонтерской миссии «Молодой гвардии». Я, судя по их рассказу, понимал, что действительно там помощь врача не помешала бы. Я сам занимаюсь общественной деятельностью, поэтому знакомых общественников много. И слушая их рассказы, как они помогают, помогают той же самой больнице, переносят пациентов на носилках, транспортировка пациентов на носилках, я понимал, что именно помощь непосредственно как врача-офтальмолога там точно не помешает. И ожидания с действительностью совпали, рассказал врач. Специалист, способный оказать экстренную офтальмологическую помощь, был действительно необходим. Пациентов с осколочными ранениями, в том числе и глаз, было достаточно. Есть очень много травм, травм глаза, глазного яблока, есть травмы передаточного аппарата глаза, поэтому эти травмы, они часто встречаются, это те же самые осколочные какие-то ранения. Поэтому она была очень востребована, я даже это видел по факту, когда пришел. Пациенты поступали в всяком разном, скажу на самом деле, виде, потому что видя вот все кровотечения, которые у них были там, скажем, на лице, на черепе какой-то степени, мы не понимали, что откуда идет. И только когда медсестры начинали там приводить, скажем, пациента в порядок, мы видели, что есть, например, там рассечение брови, видели, что там есть рассечение непосредственно как-то рана именно верхнего века или глазного яблока. Нередко требовалось и хирургическое вмешательство. Техническое оснащение больницы, рассказал офтальмолог, позволило проводить необходимые манипуляции. Я был приятно удивлен, когда я видел, что там оборудование такое, ну, такое прям топовое на самом деле. Это, ну, скажем так, это плод того, что приезжали до меня туда еще специалисты того же Санкт-Петербурга. У нас город Санкт-Петербург, он по-братим Мариуполю, и поэтому они привозили с собой оборудование. Наш, скажем так, видимо, наш Министерство здравоохранения выделяло на это все какие-то технические тонкости, и там уже было оборудование, и мне было с ним даже комфортно работать. Помимо непосредственной медицинской работы по своему профилю, Абдул Насир также помогал транспортировать пациентов. Это вызывало сложности, потому как лифт в больнице не работал. Также врач помогал и раздавать горячие обеды гуманитарную помощь. Люди к нам относились хорошо, неважно, пациент он, военный, либо мирное население, относились все к нам благоприятно, и отношение было хорошее, атмосфера была неплохая, потому что они чувствовали, что именно мы, которые пришли туда, мы, граждане Российской Федерации, вот они теперь наши, вот, скажем так, собратья в этом плане, на нас можно рассчитывать. Как отметил Абдул Насир, после гуманитарной миссии некоторые приоритеты изменились. На первый план вышли семья, здоровье, любовь. К слову о самых близких, специалист поделился с нашей съемочной группой, что о своей работе на Донбассе родителям рассказал уже после возвращения домой, чтобы уберечь маму с папой от волнения. Самые важные люди для меня, родители, об этом совсем не знали. Знали мои братцы, они меня поддержали. Мы пришли с ними к консенсусу, что мы родителям говорить пока не будем. Я пытался там уже по месту, приобрел местную сим-карту, у них местная связь Феникс, и пытался максимально зайти где-нибудь, совершить звонки в WhatsApp, чтобы быть на связи, скажем так, регулярно, чтобы не было никаких стрессов в ситуации. Ну и я для них был в Сургуте, и у меня было все хорошо, все замечательно, штатно. Как только я вернулся уже в Москву, я сообщил, что, знаете, вот я был в отпуске, и далеко не в Сургуте, но сейчас все хорошо. Я постарался максимально этот момент сгладить, чтобы не было никаких жестких таких переходов, что вот я приехал с Донбасса, а так что аккуратненько, вот я был немножечко в поездке, помогал людям, вот где-то там, в наших западных регионах, и отнеслись, конечно, с пониманием, но я думаю, и гордость их взяла. Желание помочь разделяют и другие специалисты Сургутской окружной клинической больницы. Например, рентгенолаборант медицинского учреждения Рустам в августе прошлого года отправился добровольцем на фронт в качестве санитарного инструктора при артиллерийском взводе. Наш друг, мой друг близкий, наш коллега, наш сотрудник, наш товарищ. И в августе 2004 года он принял решение отправиться в качестве добровольца на специальную военную операцию. Это решение, конечно, было для нас неожиданным, как для его друзей, ну и коллег. Мы его поддержали, конечно, как близкие друзья, потому что, ну, поддержка близких, родных, она нужна. Вот, поэтому стараемся поддерживать связь, как только есть эта возможность. Сейчас Рустам уже получил звание фельдшера и в настоящий момент работает на передовой. Его главная задача – оказывать первую помощь раненым бойцам и помогать в эвакуации пострадавших с линии боевого столкновения. По словам коллег, Рустам уже приставлен к нескольким наградам, которые должен получить, прибыв домой. Мария Ливанян, Даниил Панков. Специально для программы «Новости. Главное». 124. Ооо.